Здравствуйте! Прямо в эфире программа события новости большого города на Средней Волге. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер, главные темы выпуска. Семь зданий, выполненных в виде матрешек, французские архитекторы представили концепцию обустройства стрелки рек Волги из Самары. Вы мерзнете? Тогда мы идем к вам. Проверили, как работает горячая линия по отоплению. Не откладывая на следующий год то, что можно сделать в этом, на Старозагоре дорожники взялись за обустройство парковок раньше намеченных сроков. Нелепая ошибка главы преступного картеля привела к провалу всего дела. В Самаре судят банду наркоторговцев. Звездная болезнь. Московский блогер устроил в Самаре ночную гонку. Порезвился в провинции. В Самаре продолжается расследование дорожного инцидента, связанного с московским блогером-миллионником. Так называют звезд социальных сетей, у которых подписчиков больше миллиона. Напомню, Гусейн Гасанул с 5 на 6 октября промчался по ночному городу вместе с кортежем поклонников, нарушая правила дорожной безопасности. Младые люди сигналили, шумели, выезжали на встречную полосу и тротуары. Видеогонки попало в сеть. Что грозит нарушителям, выяснила Мария Левина. Совсем другие вайны. В своих видео известный блогер призывает молодежь к совести, занимаясь в том числе и социальными роликами. Однако в реальной жизни попадает совсем на другие кадры дорожного видеонаблюдения. На этих кадрах запечатлен тот самый ночной заезд, который устроил на выходных в Самаре известный российский блогер. Колонны из 11 автомобилей нарушают ПДД. Молодые люди шумно мчатся по Волжскому проспекту. Свой заезд Вайнер сам выложил в интернет, после чего у него появились неожиданные поклонники. Полицейские. Они затеяли проверку и выяснилось, что развеселая компания нарушала закон. Сразу несколько правил дорожного движения. По результатам этой проверки будет принято в соответствии с действующим законодательством решение. На сегодняшний день по дорожным камерам видеофиксации нашли 4 машины из разгульного кортежа. Они принадлежат жителям Самарской области. За рулем БМВ, Тойоты и двух ВАЗов находились двое 20-летних молодых людей и двое 25-летних. Их привлекли к административной ответственности за вождение автомобиля и перевозку пассажиров без ремня безопасности и выезду на встречную полосу движения. За последнее нарушение грозит самый большой штраф – 5 тысяч рублей. Трое остальных водителей заплатят примерно по 2 тысячи. Недопустимость такого поведения на дороге отметил и самарский губернатор Дмитрий Азаров. Безнаказанности не допустят ГИБДД. Но это крайне важно, потому что, опять же, вот такие демонстративные наплевательские действия в отношении правил, закона, они провоцируют еще неокрепшие умы на подобного рода действия и дальше. В отношениях заводила ночной гонки Гусейна Гасанова, владельца знаменитого в сети Красного Гелендвагена, также заведено административное дело. Для выяснения всех обстоятельств он должен вернуться в Самару, как и остальные шесть водителей. Проверка продолжается. Тех, кто видел, как по Самаре гоняли стритрейсеры, просят обратиться в областной ГИБДД либо написать на электронную почту областного управления МВД. Мария Левина, Николай Епифанов, Николай Сидоров, Константин Головин. События. Более ста томов уголовного дела в Самаре судят наркоторговцев, которые распространяли запрещенные вещества в области и за ее пределами. Накрыть банду силовикам удалось из-за нелепой ошибки ее организатора. Многодетная семья и плохой план, как быстро разбогатеть. В Самаре судят закладчиков-наркоторговцев. На скамье подсудимых трое обвиняемых. Торговали запрещенными веществами через мессенджеры и онлайн-ресурсы в Самарской и Оренбургской областях. У одной из обвиняемых трое детей. Свои поступки закладчики объясняли тем, что им были очень нужны деньги. Сейчас двое из обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. Еще одна подсудимая пока под арестом. Я, конечно, против, что вы не подбивали срок содержания. Потому что уже судебное заседание, почти закончила, я дала показания. Я могла подбить под домашним весом. Подсудимые были простыми исполнителями. С организатором схемы, которого пока не задержали, они общались через популярный мессенджер. Роли в группировке были жестко расписаны. Добрынина закупала наркотики, затем передавала их Юлии Акимовой. Для того, чтобы она их размещала в тайниках. Перевозил запрещенные вещества Сергей Ерцкин. Схема сломалась из-за элементарной неосмотрительности. Ерцкина задержали с наркотиками и в его телефоне нашли координаты 98 схронов в Оренбургской области. Торговали закладчики с размахом. Сейчас в послужном списке группировки 133 тома уголовного дела. Подсудимую вину признали в полном объеме. В ходе предварительного следствия, так и судебного заседания дали подробные показания об обстоятельстве совершенного преступления. Подсудимым грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Елена Малетина, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. На месте речного порта в Самаре могут построить дома-матрешки. Главе региона Дмитрию Азарову и архитектором губернии презентовали один из возможных проектов развития территории на стрелке рек Самары и Волги. Об амбициозных планах инвесторов узнала Мэри Елчан. Новый микрорайон на площади более 280 тысяч квадратных метров. Своё футуристическое видение развития стрелки рек Волги и Самары представили губернатору Дмитрию Азарову группа французских экспертов на градостроительном совете. Разработчики предлагают разместить на стрелке концертный зал, выставочные, инновационные и торговые центры, ЗАГСы, жилые дома, речной причал, парк с искусственным прудом и подземную стоянку. Особенность проекта – семь зданий, выполненных в форме матрешек, каждый из которых получит название в честь притоков Волги. Такая визитная карточка нашего города и таких зданий в мире будут сочетать только в Самаре. Вот это место, оно очень уникальное и я думаю, что его развитие, оно будущее для города. Брендовость и уникальность, архитектурные достоинства проекта таковы, что они ставят нас в череду наиболее значимых архитектурных событий, если оно будет реализовано на территории города. Губернатор Дмитрий Азаров акцентировал внимание потенциальных инвесторов на то, что обозначенная территория обладает рядом особенностей. Необходимо самым тщательным образом проработать экономику проекта и учесть ограничения в исторической части города. Важно просчитать объемы работ по берегу укреплению и рассчитать нагрузку на транспортную инфраструктуру. Очень важный будет и тот вид, который будет из этих зданий, если уж мы по этому пути пойдем. Поэтому там тоже надо все внимательно посмотреть, какие у нас планы по расселению ветхого аварийного жилья, какие у нас планы по реновации этой территории, на что там есть. Я хотел, чтобы мы здесь тоже комплексно посмотрели. Естественно, транспортная схема само собой. По итогам заседания губернатор Дмитрий Азаров поручил подготовить перечень предложений, замечаний и пожеланий к проекту со стороны архитектурно-строительного сообщества и профильных министерств. Все они будут проанализированы и учтены при дальнейшем рассмотрении проекта. Также необходимо изучить мнение жителей региона, какой они видят стрелку. Мэри Елчан, События. Позвонить по номеру телефона, рассказать о своей коммунальной проблеме и оперативно получить помощь. Общегородская горячая линия по отоплению начала принимать звонки. В первую ночь работали четыре бригады ремонтников. Оперативность коммунальных служб проверила Мария Левина. На прошлой неделе погода за окном радовала самарцев, и проблема отсутствия тепла в доме была не так актуальна. С понедельника же, когда столбик термометра стал стремиться вниз, горячая линия по отоплению не на шутку раскалилась. По адресу Перекупская 9 жители пожаловались на отсутствие отопления в подъезде. Сегодня ночью в аварийную службу поступила заявка от жителей до данного дома по утечке в подъезде. Аварийная бригада выехала на место, отключили стояк отопления. С утра заявка была перенаправлена в ЖЭУ, ребята выехали, утечку устраняем, к обеду стояк запустим. Звонки от самарцев с коммунальными жалобами приходят на общегородской номер горячей линии. Он работает круглосуточно. Кроме того, в рабочее время с 8.30 до 17.30 звонки принимаются и по номеру 337-90-16. Чтобы получить помощь, можно обратиться и в районную администрацию. Номера телефонов всех районов указаны на сайте администрации города. За помощью можно обратиться и в свою управляющую компанию. Общегородская горячая линия по подключению домов к отоплению работает достаточно оперативно. Заявка передается в управляющую компанию, затем в ЖЭУ и уже через полчаса-час ремонтная бригада отправляется на адрес. Задача максимально быстро решить вопрос каждого потребителя. В основном это точечный вопрос, касающийся постоячно. На сегодняшний момент задача максимально в кратчайшие сроки. Каждому потребителю это подать тепло, соответственно, с учетом температурного режима изменения. То есть я думаю, что к концу недели ситуация полностью нормализуется в 100% варианте. Управляющая компания должна проводить самостоятельный ежедневный мониторинг домов, который обслуживает. Проверяют температурный режим, циркуляцию воздуха в стояках и батареях и налаживают работу с ресурсоснабжающими организациями. Все собранные данные коммунальщики передают в департамент городского хозяйства. Управляющие компании ежедневно отчитываются по поступившим на горячую линию адресам и принимаемым незамедлительным мерам. Также в круглосуточном режиме ведутся работы на повреждениях, возникших в результате подключения тепла. В ночь работы вели три бригады МП инженерной системы и четыре бригады предприятия тепловых сетей. Устранены порывы на вводах, от которых были запитаны в общей сложности 27 зданий. Днем работы продолжаются. Мария Левна, Николай Сидоров, События. Идут с сопряжением графика. Ремонт улицы Старозагора подрядчик проводит ударными темпами. Запланированный на этот год участок от Советской армии до Нового вокзальной уже завершен. Теперь приступили к тому, что было запланировано изначально на 2020 год. Что успеют сделать до наступления холодов, узнала Лариса Шалафаст. На улице Старозагора работает тяжелая техника. Здесь продолжается комплексное обновление. Это уже второй этап ремонта. Первый участок от Советской армии до Нового вокзальной почти готов. Подрядчик приступил к восстановлению дороги от Нового вокзальной до Воронежской, взяв на себя повышенные обязательства. Этот участок изначально был запланирован на 2020 год. Ремонтируют улицу по контракту трехлетнего жизненного цикла. Это когда мероприятия по ремонту и дальнейшему содержанию отремонтированного участка улицы выполняются силами одной подрядной организации. Хочу отметить, что и зимнее, и летнее содержание будет выполняться силами одного подрядчика. У него будет стимул выполнить работы качественно в установленные сроки. Комплексный ремонт Старозагора ведется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На первом участке обновили дорожное полотно, отремонтировали инженерные коммуникации, установили светофоры, дорожные знаки и пешеходные ограждения. Не забыли и про разметку на дороге. С учетом мнения горожан, наполовину до 460 машин и мест увеличили количество парковок. Самарцы преображения улицы Старозагора рады. Ну, конечно, хорошо сделали. И асфальт поменяли, и дорожки, и все есть. И до конца мы дальше живем ниже, и там начинается все. Так что очень хорошо, спасибо. В следующем сезоне с наступлением постоянных положительных температур Старозагора преобразится до улицы Ташкентская. По контракту жизненного цикла в Самаре обновляют и улицу Победы. На участке от Елизарова до Кирова работы завершили раньше срока. В ремонте уже следующий участок до перекрестка с Воронежской. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Самара готовится к празднованию 75-летия Великой Победы. Подробную программу обсудили на первом заседании оргкомитетов городской администрации. Какие памятные акции предлагают провести в Самаре, расскажет Лариса Шлафаст. Юбилей Победы в Великой Отечественной войне планируют отметить масштабно. Уже сейчас в Самаре приводят в порядок 250 памятников и мемориальных досок. Завершается ремонт аллеи трудовой славы. В следующем году продолжится проект «Память героев», по которому устанавливают мемориальные доски героям-куйбышевцам. Запланировано несколько больших выставок. Одна из них – история куйбышевской студии кинохроники «Война сквозь объектив». Откроется и шатровая выставка, в которой будет представлено сразу несколько тематических направлений. Детство запасной столицы – Народный музей «Голоса войны». Хотелось бы эту выставку разместить и открыть ее в камне Великой Победы 1 мая и до конца сентября. Место размещения даже нужно обсуждать. Либо это Некрасовский спуск, либо это площадка вертолетная у бассейна ЦСКА ВВС. Весной следующего года начнут показы военных фильмов под открытым небом на трех площадках – «Уладьи» в парке Победы и парке «50-летие октября». По улице Куйбышева пройдет парад духовых оркестров. Также запланирован фестиваль на сопках Манжурии. В планах и различные театральные постановки, спектакли, концерты. Не останется в стороне и молодое поколение. В 81-й школе откроется музей «Большой театр» в годы Великой Отечественной войны. В 164-й школе также откроется музей и появится отряд юных летчиков. Также школьники будут навещать и поздравлять участников войны. Юноармейским отрядом проведем мини-парад с песней «Строи выправки». После проведения мини-парада мы направимся в квартиру участника, и юноармейцы вручат подарок. Запланирован ряд общегородских патриотических акций. Одна из них – «Лес Победы». Самарцам предложат в память о своем родственнике, погибшем в годы войны, посадить дерево. Варианты разные. Либо это выделенная территория за городом, вот по одной из версий. Где-то делают так, куда все приезжают, сажают деревья и так далее. Но здесь есть минусы. Когда ты посадил дерево, тебе хочется смотреть, как оно развивается, как оно растет и приносит пользу вот той территории, где ты живешь. А в некоторых регионах сделано это так. Либо выделенные аллеи в парках, либо вдоль аллеи, где захоронены герои. Детали проекта еще будут обсуждаться. Глава города Елена Лапушкина особо обратила внимание руководителей профильных департаментов и районных администраций на внимание к ветеранам войны. Без заботы не должен остаться ни один человек. Все жалобы, обращения, заявления ветеранов войны, участников, инвалидов, вдов и членов их семей, конечно, вы отрабатываете в первую очередь. Не пропускайте, выходите сами, знакомьтесь, но тем не менее каждый адрес должен быть на вашем личном контроле. Масштабный план празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне еще будет дополняться новыми акциями. Глава города поручила районам предлагать новые идеи. Лариса Шлафас, Сергей Баскин, События. Лучшие машиностроители Самарской области получили награды. Сейчас в этой сфере трудится более 130 тысяч человек. На торжественной церемонии награждения побывала наша съемочная группа. Почетный знак трудовой славы получает Любовь Абрамова. На РКЦ «Прогресс» она работает более 40 лет. Создает устройства для проверки деталей, входящих в конструкцию «Ракет-Союз», которые считаются самыми надежными в мире. За качество ручается. Большую часть моей жизни прошла на заводе. Это моя жизнь. Я, например, рада. Коллектив очень хороший. Сейчас очень много молодежи. Кстати, очень интересная и знающая молодежь. В отрасли машиностроения трудится более 130 тысяч человек, что составляет 13% трудоспособного населения региона. Государственными наградами отмечены 12 машиностроителей, работающих на разных предприятиях области. Все усилия сегодня органов государственной власти, региональной власти нацелены на то, чтобы слава промышленного производства Самарской области была возвращена. Там, где мы утратили позиции, мы должны их вернуть. Глава региона особенно подчеркнул, в укреплении промышленности региону помогут национальные проекты, инициированные президентом страны. Лариса Шлафаст, События. Далее, коротко о других событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре перекрыли съезд с московского шоссе, коммунальные службы меняют водовод. И потому сейчас нельзя свернуть с магистрали на дублера, а также выезд на улицу Бубнова. Когда будут завершены работы и открыт проезд, не сообщается. Депутат Самарской губернской думы Денис Кравчук сложит полномочия из-за ошибки в декларации. Заявление рассмотрят на заседании областного парламента. Эту тему уже обсудили на комиссии по этике. Как заявил Денис Кравчук одному из информационных порталов, по закону депутат полностью несет ответственность за предоставляемые сведения. Поэтому и отвечать за это придется ему. Как законопослушный гражданин, в данной ситуации он не может поступить иначе. Неофициальные источники пояснили, что в декларации Кравчука не нашли земельный участок и жилой дом в пригороде Москвы. Депутат пообещал жителям своего округа, что не оставит проекты, которые они совместно начали. Теперь они придут домой ко всем, кто в этом нуждается. Медики и соцработники. В Самарской области реализуется нацпроект «Демография», главная цель которого – сделать жизнь старшего поколения комфортной. Сергей Кизоркин с подробностями. Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие» в Самаре работает не первый год. Здесь восстанавливают здоровье пенсионеры. Семья Лурдугиных второй раз по путевке приехала в пансионат. Все нравится. Лечение, питание, досуг, внимание. Все на высоком уровне. Слышали, что скоро получить социальную помощь будет проще. Хороший учет. Назначения делают, процедуры медицинские, уколчики делают, физиотерапию, физкультуру лечебную. Теперь все это станет доступнее. Сегодня с рабочим визитом в Самарскую область приехал директор благотворительного фонда «Старость в радость» Александр Шкребела. Проверить и обсудить, как сейчас идет внедрение и развитие новой технологии – системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Это подход, который обеспечивает людям, нуждающимся в уходе и утратившим способность к самообслуживанию, достойный уровень жизни и максимальную реабилитацию, а также обеспечивает поддержку их семьям. Надо наладить взаимодействие различных участников, в том числе органов соцзащиты и здравоохранения, для выявления потребности конкретного человека в помощи. Предлагаемая регионом концепция приятно удивила московских экспертов. Конечно, человек вправе отказаться от этой помощи или от части этой помощи. Это нормально абсолютно. Но человек должен знать, что такая помощь ему положена, что он имеет на это право. Это очень сложная технология, которую необходимо реализовать. Очень сложная технология по оказанию помощи людям. И вот здесь, в Самарской области, я очень рад, что эта технология начинает развиваться. Я надеюсь, что через три года тот объект, в котором мы с вами находимся, уже будет совершенно иным. И этот объект действительно будет уникальным для России. В первую очередь, в ближайшие годы построят дополнительные жилые корпуса, отремонтируют коттеджи, благоустроят территорию. Тот потенциал, который есть у этого учреждения, он используется не в полной мере. Мы сейчас анализируем, по сути, работу каждого учреждения. Мы на каждой территории должны определиться и понять, жители этого муниципального района или города, где какой вид услуг будут получать. Нам нужна, по сути, почти шаговая доступность, для того, чтобы это было удобно всем. Поэтому мы сейчас рассматриваем вариант, концепцию того, как наиболее оптимально использовать возможности и условия этого учреждения. Проект долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми стартовал в России два года назад. Пилотных регионов 13 в этом году к ним присоединилась и Самарская область. На первом этапе новая система внедряется в двух пилотных районах, больше Глушицком и Приволжском. Затем постепенно будут подключаться и все остальные. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Молодые и талантливые 12 музыкантов представили вечер классики на главной сцене Самарской филармонии. Студенты московских, питерских и европейских музыкальных учебных заведений вернулись на родину, чтобы вновь покорить самарских зрителей. Вдохновилась классика и Валерия Куценко. На сцене филармонии звучат классические произведения Шостаковича, Римского, Корсакова и Рахманинова. Молодые музыканты, лауреаты международных и всероссийских конкурсов представили каждый по две композиции своей программы. Начинали свой путь юные дарования в самарских музыкальных школах. Среди них и Константин Тугашев, студент уже Московской государственной консерватории имени Чайковского. Музыкант часто выступает с концертами в составе оркестра в Испании, но приезжает в Самару, где начинал свой творческий путь. В первую очередь это дает, наверное, личный, духовный какой-то опыт, ну, естественно, рост как исполнителя. Рост как исполнителя, то есть окрепчание в прямом физическом смысле. Если не будет сцены, то, я думаю, роста не будет абсолютно. Ну или будет, но незначительный. Это еще мотиватор значительный. Еще одна самарская выпускница готовится покорить самарскую публику. Ангелина Радченко с отличием закончила театральное отделение Школы искусств. Параллельно с этим много лет занимается игрой на гитаре и скрипке, но все же предпочла театральную сцену. Поняла, что синтетическое искусство – это вот театр. И там можно себя проявить и как художник, создавая декорации, и как музыкант, играя на инструментах и исполняя какие-то партии в мюзиклах, например, это же тоже театр. И вот во мне это все-таки совпадает и попадает ко мне в сердце театр. Вечер классики проходит при поддержке фестиваля русской музыки имени Шостаковича «Седьмая симфония». Из 12 музыкантов на сцене многие выпускники детской центральной музыкальной школы. В прошлом году это учебное заведение подготовило 30 человек. Все поступили в лучшие музыкальные вузы страны и Европы. Мне это очень радостно, конечно, как музыкант и человек вообще музыкального сообщества, что такое мероприятие проводится. Я надеюсь, что оно получит свою традицию, ежегодно будут такие мероприятия проводиться. И мы будем слушать наших детей, которые растут. Нам интересно очень знать, в каком они сейчас состоянии музыкантском. Сегодня на этом концерте они собрались все вместе, чтобы показать нам, самарцам, вот какие они талантливые, каких мы замечательных ребят воспитали, какие навыки замечательные им проявили наши педагоги. Мы это увидим, мы слышим. Мне кажется, это совершенно замечательная традиция, будет заложено. Такой концерт в Самаре проводится впервые. Его организаторы надеются сделать его традицией. Валерия Куценко, Григорий Плешаков, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самаре Гейс на нашем сайте, в ее мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!